Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с воспоминаниями генерала-майора в Афан-СС Курта Мейера. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну а мы начинаем. Меня прельщала идея пересечь залив и спутать планы британцев. Я послал за переводчиком, потребовал вызвать греческого коменданта в Патрах и попросить его доложить о ситуации. Комендант был под впечатлением от атаки пикирующих бомбардировщиков и с готовностью ответил на все вопросы. За считанные минуты я получил точные сведения о движении английских войск между городами Каринф и Патре. Я велел коменданту направить офицеров связи в Нафпактас. В скором времени я заметил небольшую моторку, следовавшую в Нафпактас. Тут сам дьявол вступил в игру. Еще одна эскадрилья штук с ревом пронеслась над ними и повторно атаковала британские корабли в гавани. Неприятным результатом стало то, что комендант города подумал, что я приказал снова атаковать Патре. В довершение всего на обратном пути летчики атаковали моторку, на которой ехал связной офицер. Лодка сразу же повернула на 180 градусов, и обозленный греческий офицер сообщил по телефону, что в таких условиях никто не захочет пересекать залив. Потт с моего лба капал на карту, она давно устарела. Где были англичане? На левом крыле вслед за владением фирмопилами наши войска должны были либо достичь Афин, либо продвинуться еще дальше – Каринфскому перешейку. Следовательно, британцам приходилось либо оборонять Пелопонез, либо взять под контроль греческие порты. Я представлял себе, как немецкие парашютисты высадятся на перешейке, чтобы блокировать узкий проход и канал возле Каринфа, обратили ли англичане внимание на наше быстрое наступление, хорошо ли работала их разведка, стояли ли на готове эсминца и другие суда, чтобы помешать нашим попыткам пересечь залив. Никто не мог дать мне ответа на эти вопросы. Мои солдаты и офицеры выжидательно смотрели на меня. Они видели, как я стою на моле, вновь и вновь оценивая расстояние. Более 15 километров водного пространства отделяли нас от пути от вступления британцев. Самое позднее, на следующий день, объектом противоборства станет Каринфский перешеек, и я хотел участвовать в этом бою. Я хотел переправиться. Наступил момент истины, в условиях, когда вся ответственность ложится на меня. Я не буду действовать в соответствии с традиционными правилами войны. Я пересеку Каринфский залив с теми силами, которые были в моем распоряжении. Будет ли это смелым или безрассудным шагом, станет известно в следующие несколько часов. Мои товарищи отликнулись с энтузиазмом, но вскоре возникли возражения практического характера. Артиллерия не сможет поддержать высадку. Расстояние слишком велико. Военные инженеры обратили мое внимание на высоту волн и состояние жалких рыбацких катеров. Возражения накапливались. Но я уже принял решение. Неожиданная атака должна быть успешной. В гавани нами были обнаружены два убогих рыбачьих катера. Их экипажи были доставлены на место. Вторая рота 1-го разведывательного батальона СС должна была попытаться провести разведку. Сильные руки ССовцев подняли тяжелые мотоциклы БМВ и поставили их в катера. Первый катер взял на борт два мотоцикла с коляской и пятнадцать человек. На следующий катер мы погрузили противотанковую пушку и несколько мотоциклов. Боевая задача – перекрыть дорогу, а в случае чрезвычайной ситуации уйти в горы. Затем моторные катера вышли из гавани. Я просился с Хугакрасом и со штурманфюрером СС Грецехом. Те, кто остался, окрестили мотоциклистов группой смертников. Кто-то в шутку сказал «Осторожно, мина по курсу». Все засмеялись. Молодой солдат крикнул в ответ. «О какой мине идет речь? Для этого ящика хватит и гранаты!» Катерок сильно закачало, волны окатывали нас солеными брызгами. Пулеметчики заняли позиции на носу, противотанковая пушка была готова вести огонь. Все лодки с нашего берега были направлены в Нафпактас. Вскоре остальная часть роты была погружена на плавсредства, а первые катера уже едва можно было разглядеть. На волнах прыгали две крошечные точки. Я опять стоял на пристани и наблюдал за темными точками на воде. Красная ракета возвестила бы о провале миссии и о наличии крупных сил противника. Именно так я договаривался со своими солдатами. У меня появилась резь в глазах. Вскоре я уже был не в состоянии ничего разобрать, но никак не мог оторваться от бинокля. К тому времени, когда я уже потерял из виду лодки, моя одежда была мокрая от пота. Мы стояли в ожидании на берегу целый час. Напряжение достигло предела. Через полтора часа опять показались две точки. Были ли это наши катера? Они становились все ближе и ближе. Вскоре можно было ясно различить их очертания, и нам даже видно было движение. Возле меня уже образовался круг из окурков, и я зажигал очередную сигарету. Однако я уже успокоился, и начал верить в успех нашей операции. Вдруг на берегу остановился весь в пыли штабной автомобиль, а из него выпрыгнули возбужденные офицеры. Я узнал своего уважаемого командира, Зеппа Дитриха, и доложил о своем решении и о ходе операции к настоящему моменту. Делая доклад, я обратил внимание на его прежнюю чертову одышку и взгляд, окинувший меня с ног на головы. Затем надо мной разразилась буря. «Вы что, спятили, принимая такое идиотское решение? Вас следует отдать под трибунал. Как вы можете так обращаться с моими солдатами?» Я не осмелился что-то ответить на этот поток несомненно оправданного негодования. Я стоял у старостиной гавани, поджав хвост, и желал только, чтобы все это кончилось. Вдруг возникла неловкая пауза. Только мои солдаты тихо посмеивались, как будто хотели сказать «Держись, не обращай внимания на его лай». Может быть он и прав, но переправь нас через залив сейчас, чтобы мы могли еще что-нибудь совершить. Тем временем катера приблизились, и в бинокль можно было различить детали. В обоих катерах было полно солдат, обратно возвращалось больше людей, чем я посылал. Я не смел сказать это вслух, но было именно так. На обоих катерах обратно везли захваченных в плен английских солдат. Заб Дитрих посмотрел на меня, повернулся и пошел. Больше не было ни произнесено ни слова. У меня больше не было причин для отсрочки. Груженные моторные лодки поплыли в направлении возвращающихся катеров. Напряженно я ожидал донесения с другого берега. Что там произошло? Ротенфюрер СС докладывал. Через полчаса движения на этих скорлупках перед мачтами предстала глыба гористого побережья полуострова Пелопонез. Теперь наступило последнее испытание. Все внимательно рассматривали в бинокль берег. До него 800 метров. 700 метров. 600 метров. 500 метров. Оттуда, конечно, должен застрочить пулемет. Каких-то людей в форме между домами и на берегу можно было разглядеть в бинокле и невооруженным глазом. Мы уже ни о чем больше не думали. Мы лежали в катере, держа винтовки и пулеметы на изготовку. И к десантированию были готовы. Едва достигнув суши, мы спрыгнули за борт. И помчались к домам. И как раз тот самый момент, когда бежали, на дорогу из-за поворота, примерно в 50 метров от нас, вырулил коричневый броня автомобиль. Повернул свою башню и навел стволы своего орудия на берег. Нас сначала парализовало от неожиданности, но потом мы, взяв себя в руки, дружески помахали бронемашине. Стоявшие на берегу в рубашках с короткими рукавами и без головных уборов, мы выглядели как бандиты. Машина Томми взревела, повернула обратно свою башню и удалилась. Что произошло? Эти парни не признали в нас немцев? Мы стояли у первых домов, прищурив глаза. Посмотрев назад, на другую часть Греции, мы не увидели ничего кроме воды, а вдали за ней крутые мрачные горы. Надо было действовать. Мы знали, что наши товарищи на той стороне залива ждут. До подножия гора от берега здесь было чуть более 100 метров, где проходили железные автомобильные проселочные дороги. Мы мчались вверх по дороге и прикрывали наш восточный фланг, с той стороны, откуда появились англичане. Едва мы добрались до дороги, как снова услышали шум двигателя. Командир взвода велел уйти нам в укрытие. К тому времени из своих домов уже вышли местные жители. Увидев иностранных солдат, до того скрывавшихся среди валунов в кустарнике, они в страхе бросились на землю. Но и наши сердца бешено колотились от волнения. Из-за поворота появился английский посыльный на мотоцикле, а за ним ехал грузовик. Британцы двигались по дороге ни о чем не беспокоясь, поскольку бронеавтомобиль уже провел разведку. Мы подпустили англичан настолько близко, что можно было прочитать номерные знаки, пока щит с пером и рыцарским шлемом с крестом, эмблема 4-го гусарского полка, не оказались над нами. Тогда мы быстро вскочили и крикнули «Руки вверх!». Взвизгнули тормоза. Англичане подняли голову и спрыгнули с грузовика. Нога посыльного на мотоцикле нащупывала землю. Один Томми что-то крикнул, его автомат полетел в кусты. «Руки вверх, руки вверх!». Все английские солдаты побросали оружие и подняли руки. Вдруг один из наших выбежал из-за поворота и крикнул «Еще один грузовик приближается!». Считанные секунды сосед скочил в первый грузовик и отогнал его с дороги. Пленные были быстро отведены за дома. Появилась вторая машина опять с посыльным на мотоцикле впереди. Удивление и изумление повторилось. Один из Томми только и успел воскликнуть «Немцы?». И в самом деле, немцы были уже здесь. За несколько минут мы взяли в плен более сорока человек, в их числе трех офицеров. Они нам сказали, что направлялись в порт Патре. Никому из британцев и в голову не приходило, что мы уже пересекли залив. Их часть все еще сражалась возле Каринфа. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok